Если вы хотите прогнозировать категориальную переменную, вы можете выбрать логистическую регрессию. В зависимости от того, у вас зависимая переменная, дихотомическая или имеет много категорий, ранговая она или номинальная, вы выбираете одну из разновидностей. Бинарную логистическую регрессию, мультиномиальную, ординальную. Предикторами в этой регрессии, так же как и номинальные, на исходном должны выступать интервальные метрические шкалы. Но мы можем использовать без преобразований псевдоинтервальные шкалы, можем также использовать категориальные шкалы, переделав их в дихотомические, либо объединяя градации, либо создавая из каждой градации новую переменную. Другой вариант – это логлинейная регрессия, но это вариант более сложный. Выполняя логистическую регрессию, важно подобрать предикторы с большой долей валидных ответов и малой долей миссингов. Так же важно, чтобы качество модели было высоким, и общее качество, то есть R квадрат и частное качество, то есть предикторы были значимы. Сигнификанс была бы ниже 0,05. В последнем вам помогает метод backward-walt, или в линейной регрессии просто backward. Также важно контролировать, если вы используете фиктивные переменные, вошли ли эти фиктивные переменные полной группой в итоговую модель. Если да, то важно отметить, что одна из этих переменных попадает в константу, то есть в списке переменных, допустим, 5 переменных у вас исходно в блоке, в списке у вас будет 4, одна, следовательно, пошла в константу. И тогда немножко меняется смысл константы по сравнению с обычным случаем, когда у вас нет фиктивных переменных. Кроме того, важно контролировать через опцию correlate контролировать мультикорринеарность предикторов. Эффективные переменные могут быть мультикорринеарны, это нормальное дело. Если у вас остальные предикторы коррелируют, то их надо интерпретировать совместно. Важно еще отметить, что если вы не планируете сложный алгоритм по повышению r-квадрата, то изначально надо посмотреть, чтобы ваша зависимая переменная была распределена более или менее равномерно. Если какая-то категория встречается существенно реже, то она будет хуже прогнозироваться. Если же вы планируете применять сложный алгоритм типа regression with filter, вы можете тогда не сильно заботиться, в смысле, в меньшей мере заботиться о равномерности распределения зарядов.